В этом видео я покажу, как охереваю от корейской осени, пробую напиток, который уже пробул, но тут было неожиданно намного вкуснее. Отправимся с вами в корейский секонд-хенд. Вы станете свидетелями того, как мой живот издевался надо мной и тетя чуть не разнесло. И свидетелями того, как на меня упала строительная лента, и я пошел разбираться к начальству. Также расскажу историю, как я решил попытаться встретить Чонгука и повстречал для себя новых корейских знакомых. Приятного просмотра. Ка-ка-ка-кала-и! Радовались, спасибо вам. Но и помимо этого, вы мне написали, Ян, у них есть дресс-код черно-красный цвет. Я такой, окей, черно вроде что-то есть, а вот красного что-то не мэнни-бэ. Но я и подумал, блин, это отличная возможность сгонять в секонд-хенды корейские, посмотреть вообще, что они себе представляют, и заодно купить вещичек для концерта, чтобы в них сразу же и пойти. У меня сегодня концерт, поэтому погнали, не будем медлить, а то и не хотелось бы опоздать. Слушайте, это так необычно чувствовать Сеул осенью. Ну, чтобы вы понимали, я уже в курточке, которую я, кстати, купил в Корее, помните? И это мне нравится. Мне такая осень реально нравится. Если она в действительности всегда такая тут. Бау. Так, аккуратнее, мужчина. Тетейдет. Что-то я снова приехал качать свои права. Ну, вы просто посмотрите, как шикарно все выглядит. Вот это, я понимаю, реально осень. Класс. Давно я так не радовался осени, если честно. Сами понимаете, сейчас время 10.47, а жрать-то охота. А перед секундом, мне кажется, нужно быть прям в тонусе, точнее в обжорстве, чтобы силы были, да? И просто посмотрите, как все аккуратненько и классненько. Даже вот есть тарелочка для бананчиков, понимаете? Вот настолько все. А это, кстати, Classic Milk Tea. Выглядит очень, конечно, шикарно. Он сказал, через 5 минут в пакете как-то высунуть. Интересно, прям интересно. Я вахую. Это, блядь, идеальный напиток для меня. Охереть. Я вроде такую же и пробовал, может быть. Ну, это прям настолько насыщенно, настолько вкусно, настолько... Мне, блядь, нравится. Охереть. Пиздяу. Это просто разнос. Ну, очень вкусно. Хотя это, блин, обычный старбакс. Это идеально. Мне уже хочется плакать от того, насколько это шикарно. Ух, я обожрался. Чай у меня оставался, поэтому я решил сделать его еще с собой. Но он реально охеренный. Простите, что снимаю себя как-то так, через фильтр, потому что болею. Хотел вас очень попросить поддержать меня с моим вторым треком. Он уже вышел. Я на релизм верни. Буду рад, если вы будете его слушать. Ссылку я оставлю в описании. Доступен он почти на всех платформах. На Apple Music и на Spotify. Чуть позже будет, но там также будет все. Поэтому, если вам несложно, прийдите по ссылке. Каждый-каждый послушайте мою вторую песню. Она реально классная. Уложил в нее большой смысл. Потому что ситуация из жизни. Из реальной моей жизни. Спасибо большое. Это, конечно, так необычно. Ходить с горячим напитком по Сеулу. И в то же время тебе и не жарко, и не холодно. Короче, вообще шикарно. Вот это да. Вот она эстетика с 2015-го, да? Не помню точно. Охереть. До первого секонд-хенда мне, благо, пешком всего лишь идти. И прям, ну, где-то там, в общем-то, близко. Не перестаю удивляться этой шикарной погоде. Реально, видимо, осень в Корее. Это мое самое любимое время года. Что я должен буду подобрать в секондах? Я хочу себе три лука, аутфита. Один – это то, что пойдет на концерт. Второй и третий – это чисто на повседнев. Но хочется подобрать так, чтобы это было то, что у меня в гардеробе, может, никогда не было. Не знаю, может, какие-то цвета необычные, может, еще что-то. Короче, что-то вот прям кореян вайп хочется. Вот. Посмотрим, что у меня получится. Ну что ж, вот и первый секонд. Называется WinPrime. Все эти секонды я искал по гугл-картам. Не знаю, насколько они хорошие, но вроде как отзывы неплохие были. Но сейчас посмотрим. Довольно-таки много вещей. И мужских, и женских. А нам не важно, на самом деле, каких. Прикиньте, такая. Она была не бинаркой. Ну, слушайте, тут только копаться, если честно. Потому что так глазом сразу и не увидишь. Ну ладно, нет, увидишь, рыбашки уже неплохие какие-то. Как оказалось, на первом этаже больше для женщин, девушек, для бабушек, не постесняюсь сказать. Потому что ассортимент действительно выглядел именно так. Точно не для молоденька. Ну а так вы сможете найти для себя от шапок до шарфиков до кофточек. Короче, очень много всего. И цены идут от 5 тысяч вон. Оказывается, второй этаж мужской. Но и в женском, на самом деле, разделе есть не секс, как мне кажется. Но посмотрим, что в мужском. Но в мужском, как оказалось, реально много классных вещей. От разнообразия джинс по 45 тысяч вон. Офигенные яркие худи. Трешер чемпион от 40 тысяч вон. Ну и даже какие-то вот такие вот обыкновенные кофточки. 10 тысяч вон всего. Ну, конечно, если сюда заходить, то пропадать, я не знаю, можно сказать, на целый день. Выбора до хера. Ну и в принципе, действительно классные вещи здесь. Ну даже, смотрите, вот рандомный бомбер, да? Вот такой вот охеренный, охеревший. 50 тысяч вон стоит. Но он прям такой, увесистый. Слушайте, ну разнообразие классных худи. Вот это, допустим, видите, Adidas винтажная такая. Фасон еще такой охеренный. Возможно, кстати, я и возьму. Чемпион Adidas Udaka 35 тысяч вон. Чемпион 60 тысяч вон. Короче, очень много прям офигенных классных худи. Ну вот такая вот норка, ребят, норка. Вот такая вот интересная норочка. Прикиньте, такая. Я беру. И на концерт опоздавала в этом. О, ничего себе за норкфейс. Курка здесь, а здесь охереть. 80 тысяч вон. Охереть. Я не удивлюсь, если я сейчас возьму, блин. Вот такая вот полоохеренная. Какая она винтажная. Сколько? 70-90 тысяч. Ну, короче, охереть. Походу, я здесь надолго. Слушайте, решил померить вот такую полуокурку. Она охеренная. Я, скорее всего, ее возьму. Она такая еще как у Версайз, знаете ли. Как я люблю. Короче, супер. Такое нравится. Девочки, мальчики, мы уже с вами настолько близки, что я могу вам это сказать. Мне пришлось себя катапультировать в магазин, так как ситуация непредсказуемая. Короче, туалетные моменты без лишних слов. У меня с самого утра что-то с животом непонятное. Я решил зайти в 7-Eleven вот за этим Покаре Свит напитком, потому что все корейцы его здесь пьют. Может сказать, даже на ежедневной основе, потому что, чтобы не возникало никаких проблем с животом. Какие-то вот функции имеет данный напиток. И вроде как помогает. Сейчас попробуем. Вот, чтобы вы понимали, я только вышел в 7-Eleven, и вот такая же бутылка сейчас валяется просто на улице. Это говорит о том, что действительно это прям потребляют. Я ни разу не пробовал, но вроде как напоминает грейпфрут, говорят. Что такое, я читал. Да, пахнет грейпфрутом, кстати. Ммм, это вкусно, это можно просто так пить. И еще это лечит, главное. Охеренно. Посмотрим, что будет. Станет ли мне легче, потому что что-то вот реально с самого утра беспокоит живот. Даже со вчерашнего вечера. Будет забавно, если я еще просто просорвусь от этого напитка. Если быть точным, то этот напиток пьют после занятий спортом. Он восстанавливает солевой баланс. Также, когда переел еды, или же просто живот болит. На вкус, опять же, это сладкая водичка. Ничего отталкивающего в ней нет. После того, как я ее выпил, я вернулся снова в Second Hand. Слушайте, начал я мерить все, что я взял. И посмотрите, как эта Adidas Уди охеренно ведь смотрится. Наверное, в ней и пойду на концерт. Правда, здесь белый больше. Не черная облицовка, но все же ничего тоже, да? Все-таки. Еще мне нравится, что у меня низ такой более классический, подо все. Поэтому низ я оставлю. Вот только надо верх более-менее подобрать. И будет, мне кажется, прям бомба. Охереть. Я еще решил взять такую сумку Louis Vuitton. Не знаю, сейчас померяю. Посмотрю. Может быть, возьму. Правда, она такая уже обшорпанная, но ничего, ничего. Минтаж, я считаю. Вот с моей сумкой смотрится. Прям, наверное, с ней и пойду на концерт. Мне очень нравится. Прикиньте, одна вещь. Просто все делает. Охереть. Это очень здорово. Чисто краем глаза сейчас увидел рубашку эту красную. А она очень прикольная. Во-первых, немножко оверсайдс. Во-вторых, такой вельвет. И в-третьих, я вот вижу, как ее интересно подать можно. Всего лишь-то парочку движениями. Ну, чтобы вы понимали, как-то так. Не знаю, кажется прям, ну, вообще, очень здорово. Конечно, вот на камере будто бы не так подается, как я это вижу лично. Короче, это не по-колхозному. Выглядит сразу, хочу сказать. Именно вот вживую это смотрится класс. Ну, а так можно и так вот, типа, все. Все, идеально красная рубашка. У меня не было таких. А если еще рукава подвернуть, то найс. Беру. Жилет-колокост. Ну, выглядит очень даже неплохо. Под футболку белую. А даже черную, наверное. Вообще круто будет смотреться. Да и сейчас не очень. И это и сейчас очень даже. Короче, найс. Всегда думал о каком-то таком платке, чтобы у меня был в гардеробе. И вот нашел. Ну, красивый. Зенатный. Ну, в общем-то, как-то так. Научиться бы еще нормально завязывать. Но я это сделал чуть позже. Ну, а так вот. Смотрите, как гармоничат данные цвета. Да? Такая пионерка. Курится еще лучше, кстати. Слушайте, наверное, пиздявочекирял. Зашел, блин, называется Second. Тут, оказывается, прям раздел есть с более-менее новыми вещами брендовыми. Блин, Сиага. Там Александр Маквейн, Офайт. Ну, и ценные такие. Нормальные, я так сказал. Смотрим мешок Уфайт, 108 тысяч вон. Я уже расплатился, и на кассе мне сказали, что у меня там какие-то товары скидка. В итоге вышло 299 тысяч вон. А это, чтобы вы понимали, в районе 21 тысячи рублей. Вот за столько вещей, да еще и там брендовые. Вы понимаете? Охереть. Для Кореи это норм. Когда митинги у них почти каждый день. Я, конечно, не понимаю, о чем вообще там, но... Уже я не удивляюсь этому. Извини, папиша можно? Че? Вот делать им нечего, конечно. Жаранчик у них вкусный. Музыка у них классная. Чем еще нам для этого? Для счастья, да? В общем-то, да. В женском отделе тоже много всего. Сами можете наблюдать. И кардиганчики. И сумочки. И кепочки. И дубленочки. Давайте я вам покажу какую-нибудь женскую вещь, которая мне бы понравилась. Слушайте, я иду уже полчаса, прикиньте, такая. Ни хера ей не нравилось. Не, ну а че? Я мужик вообще-то. Вот такое мне нравится. Ведь быть леди баг. Слушайте, я вот без шуток сейчас хожу по нижнему этажу. И тут действительно мне мало что нравится и женскую. То есть с ней вообще ничего. Ну вот, очень даже неплохо. Вот такой вот топик. Короче, нет. Если вы сюда придетесь, то идите наверх. Потому что там и женская вроде как тоже есть. Ну и там более на современный лад. А то здесь будто бы, я не знаю. Вот в таком, я не знаю, встречается свою старость. С кошками. Сидя на кресло-качалке. Киздяо, меня больше не впускать в винтажки. Ибо случается вот такое вот. Если честно, то кажется реально очень дешево все. Потому что та же сумка Lou Vuitton, она очень дешево стоит для винтажной. Может быть в Корее это чисто как, я не знаю, H&M у нас когда-то был. Но сам факт. Блин, а если фейк в итоге? Ну слушайте, она настолько, знаете, плохо выглядит в плане грязной, там, нечистой в хорошем смысле. Что похер на самом деле. Если даже вдруг это окажется каким-то фейком, то ничего страшного. Я все равно об этом не узнаю. Так что живем и думаем, что все у тебя на люксовом. А дальше произошло то, чего я вообще не ожидал. Шел я спокойно снимал влог этот. И резко на меня что-то падает. Прям на мое лицо, в прямом смысле. Как оказалось, люди, которые занимаются перевозками, они обматывали весь багаж лентой. И когда они это делали, они зачем-то кинули через себя, не посмотрев, что кто-то идет, эту ленту, которая прилетела мне прям в лицо. Я охерел от жизни, потому что у меня никогда такого не было. И пошел разбираться к их начальству. Без знания корейского и ломаного английского. Мне пришлось подняться для того, чтобы им высказать все, потому что это ненормально. Потому что сейчас это могла быть веревка, а в следующий раз они так выкинут через себя, блядь, что-нибудь потяжелее. Меня аж немножко трясет, потому что, ну, прям реально. Я просто шел, и тут вдруг на меня что-то сваливается. Я охерел. Я просто реально охерел сейчас. Впервые у меня такое, если честно. Понятное дело, что ничего прям такого не произошло, но для меня прям реально это было сейчас что-то на уровне того, что сейчас скину, блядь, на меня что-то покрепче, понимаете? Какая-то теперь фобия, знаете, немножко проснулась от этой ситуации, блядь. И хочется смотреть всегда наверх, дабы знать, что ничего оттуда не летит, блядь. Меня прям колбасит немного. К тому же, когда этот чел на меня это выбросил, он этого не заметил даже. Он продолжил работать. То есть он выкинул за спину и даже не удосужился посмотреть, кто-то идет или нет. Вот в чем дело. Ладно, если бы он увидел как-то еще и сразу, ну, там, я не знаю, сказал бы там, сори, сори, но нихера, он просто продолжил, будто бы ничего не случилось. Для него так в действительности было. Поэтому я настолько сейчас охерел, что вот пошел разбираться к руководству наверх. Чтобы впредь в будущем такого не было. Как-то так, в общем-то. Тетя Вахова. Я уже дома. И знаете, у меня живот. Тьфу-тьфу-тьфу. Он меня не беспокоит. Походу, эта тема реально рабочая. То есть у меня нет даже тех ощущений, которые были. Охереть. Главное, данная вода, ну, очень вкусная. Она обычная. Такая сладкая водичка. Короче, очень приятная. Я бы это пил на ежедневной основе. Я, конечно, про это еще узнаю, насколько часто это можно пить. Но так, она охеренная. Я бы в Питере с собой взял бы. Пару бутылочек так точно. Потому что, знаете, бывает иногда, да? Когда на тобой угорает живот. Не очень приятно так-то. Ну, а дальше история о том, как я решил попытаться встретить Чонгука. Сидел я в Инстагроме и листал историей. Вижу историю Чарли Пурх. Если кто не знает, то это офигенный певец и по совместительству друг Чонгука. Я смотрю его истории и вижу, что мой отель находится рядом с его отелем в пяти минутах. Я такой, окей, понял, круто, классно. Может быть, как-то случайно пересечемся где-то. Дальше я понимаю, что так, Ян, тебе нужно почаще заходить к нему в аккаунт, чтобы смотреть его истории. Для того, чтобы понимать, где он и что он. Так как есть вероятность, что с ним может быть еще и Чонгук. В итоге, спустя несколько часов, он выкладывает историю с какого-то ресторана. В этой истории он палит номер телефона данного ресторана. И в этот момент у меня включается смекалочка, и я нахожу этот ресторан. И оказывается, он в пятнадцати минутах от меня. Я как давай собираться со всех ног, потому что я понимаю, что возможность нему Чонгук. Сейчас сидит, кушает. И такой шанс нельзя упустить. В итоге приезжает к данному ресторану спустя минут пятнадцать. Ни один я умный такой оказался. Помимо меня, там еще было, наверное, человек десять. А, и самое забавное, Чарли удалил эту историю спустя несколько минут, потому что он понял, что он запалил номер данного ресторана. Но, в общем-то, я стою, жду, как и все остальные. И по итогу, охрана говорит о том, что тех, кого вы ждете, там нет. Я в ахере, как и все. Потому что молниеносно все приехали, даже раньше, когда была опубликована сториз. По итогу все равно все ждали, не хотели верить. Ну и мы сами решили убедиться в том, что это правда, что их нет, посмотрев просто через окна данного ресторана. Там были отдельные комнаты, и в этих комнатах действительно никого не было. Оттуда просто уехали все. Но зато из этого ресторана вышел актер, который снимался в фильме «Паразиты». Ну и также я посвечал для себя новых корейских знакомых. В общем-то, я не знаю, как это так получается все. Но сейчас я просто сижу с девочками-корееенками, которые здесь живут. И им сейчас... This is Lisa, like a Blackpink. And Youngha. Ну вот, они меня позвали пожрать. Я, конечно же, согласился, как без жратвы-то. И вот, мы сейчас будем ждать кимчиков минимум. Я не знаю, что это. Это очень профессионально. Да. Это очень профессионально. Это живо? Нет, это не живо, но... А, это же снимается? Да, это снимается. Кимчик. Ты на ютубер-кар, ты на ютубер-кар. О, что ты на ютубер-кар. Ты на ютубер-кар. я не сделала я просто думаю что ты чувствуешь просто я просто надеюсь как ты стараешься ты ютубистер, ты ловишь ты ловишь нет, я не ловишь они говорят, что ты ютуб звезда а я просто им сказал им что я им сказал инстаграм, ютуб, но они сами попросили в итоге сейчас они только поняли, что у меня там не 10 подписчиков, но чуть чуть побольше и вот они удивляются ты лучший может быть в России принесли нам за год блюдо это кимчи с мясом с мясом это тофу это тофу это нандуз в подаче вкус 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 короче чувствую себя максимально конечно по-куорейски если честно потому что нахожусь реально с двумя кореянками здесь живут и мы с ними вот только познакомились и они такие давай попадем жрать ты голодный давай жрать я такой ну ладно гоу и вот сидим сейчас будем жрать а еще я подумал о том что возможно можно будет с ними снять видео подумаю насчет этого какую можно идею сообразить и может быть что-то снимем с ними кто-то я не думаю вы обждете я плечу я плечу или я плечу я плечу да я плечу это приятного аппетита приятного аппетита не знаю Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Опечения. Сейчас будем пробовать. Говорят, кушать вместе, потому что остро, поэтому я вот так разделяю. Очень вкусно. Короче, будем жрать. Тонха. Тонха. Сейчас мы будем пробовать типа вина, газированное вино, можешь так сказать корейское, не знаю, сейчас попробуем. 1, 2, 3, чьиерсс. а чувствуете добухаются все пожирали ой ёпта тётя набухали девчули чё делаем и тётя походу реально бухали потому что она решила спрашивать а как вам еда понравилась хотя они мне блин в это место привели и я еще спрашиваю на своем вломанном английского так еще нелепо был просто посмотрите короче пожрали сейчас уже по домам офигеть это очень странно и тоже таки были бы так странно но так прикольно круто ну в общем то у меня была такая мысль тоже с ними заскочить сюда но в итоге они предложили сами я такой вот у нас похожие мысли не выбрали я буду яблочком 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 так много раз яблочком это мой любимый это очень красивый яблочком 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 что делать в детстве? это не так какая это? мы сейчас в Петти с детали? а что про это? может быть вы хотите полицейский? может быть это лучше? это лучше? это лучше, может быть? что ты шоу? это что? ты думаешь, как ты думаешь? Я яблоко и меня просто ничо не ебал Я просто яблоко Пойдем 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 О, Майя О, Майя, так долго Так долго 2, 3 2, 3 Дальше позе Дальше позе Дальше позе Дальше 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 Я люблю Я люблю Я так лечу О, Майя, так лечу Я так лечу Я знаю Ну, такие у нас фотки получились И последнюю четвертую мы решили повесить Вот где-то вот здесь вот Если что, заходите, забирайте Бай-бай Попрощались, короче, с девочками Так забавно, конечно Я уже жду таксину на минуту 3, да Мы разошлись, они по остановкам Там, кто-то уже ехал на автобусе Я что-то смотрю в такси Жду его и слышу Ян А это она там кричала Строю остановки Чисто ян Ай Все, в мою такси подъехал Ну что же, ребята, на этом все Концовку Я забыл записать, видимо Потому что был под шифушечкой немножко Ну а если понравилось это видео То ставьте палец вверх Подписывайтесь на мой канал Пишите свои комментарии Я все читаю и иногда отвечаю На самом деле, как обычно, я, Рейзен Увидимся в следующем видео Пока Офигенно Вот такая вот классная вот Видео-фото-карточка Офигенная Крутая Это вот фотобудки вот такие вот делают Потом можно отсканировать QR-кодик И получить вот такую вот темку Классно вообще Узнал про это, кстати, только с ними Ладно, все, всем пока